привет друзья и так вечером воскресенье я сыграл матч с игорем евгеньевичем немцевым ну и пометуя мудрости высказаны в свое время козьмой прутковым решил записать вот это видео мудрость напомню бросая камушки в воду смотри на на круги образующиеся иначе это бросание будет пустою забава что показали партии показал экспресс-анализ понятно что серьезный анализ сделать не просто требуется больше времени а экспресс-анализ показал что несмотря на разгромный счет достаточно крупный двенадцать с половиной на три с половиной несмотря на тряшку флага в ряде партий проигранных позициях матч был намного более упорным чем может показаться со стороны и в общем то я очень благодарен игорю евгеньевичу за то что он нашел время сыграть со мной этот матч то есть насколько я понял мои подписчики хотели бы чтоб я играл матчи сильными игроками этот матч показал что по дебюту по крайней мере я был готов хуже игоря евгеньевича практически везде кроме пожалуй дебюта ильшада кстати о дебюте ильшада меня просил обязательно сказать пару теплых слов все вот без сарап это тюменский ветеран кандидат мастера он сообщил что попросил меня сказать что это гениальное изобретение позволяющие ему набирать более 80 процентов против шахматистов сопоставимого с ним уровня то есть вот пожалуй вроде бы необходимые слова перед ну который я должен был сказать сказаны и мы начинаем начинаем просмотр партии то есть то что я посмотрю я постараюсь коротко постараюсь менее чем полчаса уложиться все 16 пар и так до 4 1 партия решил сыграть сыграть c5 не хотелось играть лондонскую систему но последовал ход c3 играть славянскую с переменной цвета после d5 не очень хочется я разыграл не просто славянского разменный вариант вот конь c6 ловушка теперь если конь c3 будет сильный удар е5 у черных отличная игра ну после е3 удара е5 насколько я понимаю нету и в этой позиции по моему основной ход все-таки ферзь b3 а игорь евгеньевич сыграл слон е2 и никаких проблем у черных я не вижу слона даже менять не стал слон и в 4 сильный вот но вот здесь был конечно ход а вот здесь после кольца 5 я пошел сначала ферзь b6 а потом увидел что на кольце 5 я вполне могу взять и дело в том что брать dc белыми не хочется потому что черные смогут захватить центр может быть не прямо сейчас ну а когда-нибудь потом пешки е и d обеспечат им превосходство в центре а после взятия ладьей не так просто защитить пешку b2 понятно что ход b3 давал правную игру на ладья c2 белые теряют пешку a2 но после b3 конечно видно что и претендовать на получение перевеса вряд ли белые могут здесь есть ход кольба 4 потом ладья c8 в общем у черных более-менее игрок от ферзь b1 оказался грубым зевком и здесь мои ожидания не сбылись я считал что мы противник просто должен сдаться и мы начнем новую наивный конечно стоило уйти конь d6 и все заканчивается первая неточность это конь f6 встал под связку здесь конечно же стоило плюнуть на все это и вернуться ферзьем на б6 пусть бьет на f6 верну съем gf пойду f5 верну ферзя на f6 позиция легко выигранная дальше я своими руками вот этот большой перевес закопал то есть можно было пойти е5 нет же хода конь d5 потому что висит ладья на c1 можно было пойти же 5 но я посчитал вот такой вариант зевнув что здесь есть ферзь b8 шаг но потом не мог на него не пойти в финальной позиции у меня упал флаг тут уже игорь евгеньевич проходил вот здесь вот мимо например выигрыша качества мог остаться с лишней фигурой но и финальная позицию у черных пожалуй безнадежная то есть первая партия меня немножко встряхнула и следующий следующий я играл уже белыми староиндийская защита слон е2 слон е3 не самый популярный вариант но его иногда играет александр рязанцев здесь есть такие тонкости вот е5 на мой взгляд не точный поначалу я играю правильно наверняка так и надо играть может быть здесь точнее аж 4 что я применил следующей партии эту партию я если честно анализировал без компьютера но тут основная идея была именно в том что зачем тут компьютер у черных есть компенсация несомненно за пешку есть компенсации им надо пойти скорее всего f5 есть неплохой ход кони в 4 если белая возьмут слон же 7 оживет у меня f5 больше нравится а после конь бьет b2 здесь уже анализировать нечего у белых лишняя фигура я потом сделал все чтобы не реализовать эту фигуру но реализовал то есть первая партия как ни странно первые две моего преимущества ну для меня странно мне казалось странным не дали следующую партию я тоже анализировал без компьютера и вот здесь указал что есть сильный ход ферзь b6 я его применил позже ферзь b6 ход не сильнейший ход а6 вполне нормальный черные хотят иметь возможность на ферзь b3 в чем смысл этого хода черные хотят иметь возможность на ферзь b3 ответить кони опять не опасаясь шахов на б5 ферзь а4 допустим b5 только подтолкнет черные пешки для атаки пешечного меньшинства ход а6 нормальный черные в общем здесь я легко уравнял сейчас ферзь b6 уже нет смысла ходить из золодья b1 но разменяв сильного чернопольного слона белых черные никаких проблем не испытывают позиция равная лучше у черных пожалуй здесь пока перевеса пока что нету после вот ход а3 не точный обязательно надо было белым сыграть а3 с целью да что такое с целью потом как же трудности формулировки с целью заставить черных потратить темпы на ладья b8 a5 b4 то есть после хода h3 черные немедленно разменялись на f3 провели b4 атаку пешечного меньшинства провели и теперь у белых будет две слабые пешки неизбежно взяли мат не зевнули и пошли собирать урожай то есть пешки c3 a2 слабые если упадет пешка c3 то потеряется и пешка d4 можно было бы на этом закончить разбор партии тем не менее очень изобретательно сопротивляется мой противник он хочет прийти на е4 и партия закончится поэтому следует такой вот удар висит на f7 здесь конечно мне надо было коня на d6 видимо стоять чтобы он все-таки пришел на е4 пока что на и всем защищено а тут ферзь бьет d5 то есть конь на d6 правда коня на d6 защитили ладьей и при случае ферзь у нас по третьему ряду гуляет после коней 7 мне повезло что на король h1 есть отъем ладьи на c7 это я видел а вот на король h2 я запаниковал и вместо ладья g6 висит ферзь и грозит мат ферзь g3 ферзь бьет g2 легкая победа я сыграл ладья g7 и в этот момент Игорь Евгеньевич мог перехватить инициативу вместо зевка мата ладья бьет е7 он мог сыграть ладья f3 пешка g2 защищена и лучше здесь несомненно у белых на a6 слабость на f7 белые давят их слабости надежно защищены и так третья партия сложилась для меня скажем так сначала нормально а потом я ее в общем-то эту нормальную партию чуть позднее повторить не смог да ну и в конце тоже надо сказать что задергался и мог вполне проиграть по позиции да вот дебют альшада меня порадовал здесь я хоть игорь евгеньевич говорит что какое-то усиление приготовил я не вижу плюсов построение черных здесь самым простым ходом было коль b3 если черные меняются на d4 будет система мороз и со странной пешкой на g4 и ужасной пешкой на а6 белые хотят пока пойти ферзь d2 ну не говоря уж о том что они могут на g4 взять на мой взгляд позиция очень сомнительно ну и после d5 тоже позиция черных не хороша дело в том что у белых мощный центр перевес в пространстве и у коней нет опорных полей с любого поля их сгонят при нехватке пространства кони страдают очень сильно дальше я играл не идеально то есть объективная оценка вот здесь плюс равно не более того то есть скорее всего d5 я пошел может быть можно считать что зря перевес стал меньше чем после конь b3 с другой стороны рисунок очень неблагоприятный для черных тем не менее вот здесь если бы игорь евгеньевич не поспешил с ходом b5 а сыграл аккуратненько король d8 позиция имеет все шансы стать очень неясный конь закрепился на е5 и в 4 не пойдешь и за конь g4 то есть пока я его разменяю беда у черных есть еще одна беда тупой слон d7 серьезно ограничены белыми пешками белый слон намного лучше он полезней и как бы сложилась партия здесь я не знаю но после b5 пешка теряется и дальше мне удалось достаточно убедительно реализовать партии я всех прикручу к описанию поэтому пойдем следующей партии пятой пятой партии снова встретился каракан и вот в этой позиции вместо хода а6 который я сделал перед этим третьей партии я пошел ферзь б6 после конь d2 ферзь бьет б2 рокировка вот эта позиция что-то я посмотрел сток фиш страшно недоволен черными на ферзь бьет c3 будет ферзь b1 там на b7 подвисает ферзь как-то в общем черные рискуют ферзь запрыгал как-то странно и черные рискуют не выйти из дебюта код b4 тоже им рекомендуется но на мой взгляд ход b4 однозначно выгоден черным только вот здесь я поспешу с ходом а5 стоило сыграть слоны в 5 после размена белопольных слонов пешечная структуру структура черных она не ухудшается она позволяет бороться за пункт е4 а вот свою пешечную структуру на ферзь его фланге белый ходом b4 непоправимо ослабили в этой партии в общем я тоже получил очень нехорошо после коня 7 был сильный ход ферзь c2 одна из идей сыграть c4 а потом еще и c5 случае дц коль бьется 4 там и спешкой опять могут оказаться проблемы и со слоном же 4 конь потом прыгнет на е5 ну и вот эта позиция тоже у белых здесь неплохие шансы на атаку ладья е3 ладья h3 я этого если честно не понимал мой противник сыграл ферзь е1 стоило срочно пойти конь c8 и на конь е5 я не сообразил сыграть слоны в 5 это говорит о моем серьезном непонимании вот этой пешечной структуры огромное спасибо игорь евгеньевич что мы вот эту партию сыграли то есть я подверг ее анализу и понял что этот недостаток я уже видимо устранил то есть опасаться сдвоение таких пешек я не буду после слона h5 белые могли пожертвовать пешку b брать ее надо теперь а теперь у черных выбор без качества после ферзь c7 конь g6 или запустить ладью на б7 что на мой взгляд еще более опасно ну и в дальнейшем тоже была очень интересная борьба мы тут да в этой партии я пропущу несколько моментов вот здесь надо было взять к нему на е7 перевес у черных очень большой я понимал что инициативу перехватил но взял ферзь е7 и после же 4 железо оценивает как плюс 2 эту позицию с лишним и я сделал ход который объективно сомнителен а в блиц он дает неплохие шансы gf еf здесь белым надо консолидироваться и они выиграют но подвисает пешка c3 и вместо ферзь f3 с угрозой пойти и поставить мат игорь евгеньевич сыграл c4 после чего уже висит на d4 после король g7 даже сток фиш дает равенство а ход ладья бьет d4 это игра на победу но дальше были качели характерные для блица я просто оказался более удачливым ферзь c3 сохраняет позицию исключительно неясной на c4 теряется пешка и черные могут при случае своими пройти после ферзь е4 был ход ферзь b2 от мата защиты нет ну и ладья f3 владея бьется 4 тоже слабый ход срочно надо было запускать пешки после ладья бьется 4 вместо защищающегося ладья d1 вместо команда отбой надо было скомандовать вперед перс также попадает на большую диагональ и черным могут сдаться то есть вот еще одна партия где вполне мог проиграть причем все по делу продемонстрировал непонимание позиции но здесь уже позиция выигранная здесь пешки сильнее ладьи быстрее всего выигрывала ладья е1 ну и ход который сделал я ферзь g4 шах не упускает победы пойдем дальше следующей партии была снова стран индийская защита и вот я ее проиграл не по времени проиграл действительно по позиции во первых здесь есть ход f3 одобряемый компьютером но и после слона f3 вполне неплохая позиция у белых я сыграл h4 в предыдущей партии я играл же 5 но я понимал что второй раз мне фигуру не зевнут c6 великолепный ход вот здесь пожалуй стоило сыграть же 5 хотя тоже есть конь h5 но здесь у меня пешка же 5 защищена пешка h4 и в общем то шансы побороться есть но на g5 очень неплохо ход конь d7 черные пожертвовали пешку и теперь скажем после ладья е8 или а4 у них неплохая компенсация в лагере белых масса ослабленных полей слабый ход ферзь b6 после cd cd a4 у черных лучше а я ответил не менее слабым я зевнул что на b2 можно отдавать необходимо было ходить g5 теперь взяли взятие на h5 плохо потому что белые два раза возьмут будет висеть мат на h7 а взятие на b2 невозможно из-за того что теряется черный ферзь вылетела из головы ну и потом я сделал очень сильный ход а3 сам себя не похвалишь ну кто же это еще сделает перешел вот в этот тест справедливо оценив слон у меня неплохой и вместо того чтобы замуровать слона на h8 и потом заняться заняться пешками перзевого фланга или вот тут коня 4 пойти на c5 напал конь b6 грозит вместо этого то есть тут у белых точно не хуже вместо этого я сыграл же 5 и позиция уже плохая конечно стоило сыграть еще и в 3 подержать сопротивлением дальше были опять качели то есть позиция у меня безнадежная f5 заканчивает сразу партию сейчас грозит и в 4 все все смять вместо этого следует b5 я не бью пешку то есть не зевнули пешку на c6 там есть компенсацию черных то есть здесь лучше пожалуй является жертва фигуры мощная проходная и оценка компа здесь около нуля хотя у черных преимущество двух слонов лишняя фигура но очень уж опасная проходная вместо этого я сыграл f3 и дальше очень четкое избиение ладья b2 и ладья бьет е2 то есть пешку а черные удержали сопротивление бесполезно я сдался так следующий партий в дебют трамповского здесь тоже мне удалось создать относительно цельную партию выиграл пешку вспомнил что здесь сильнейший ход g5 на взятие последует ферзь е5 взял на c3 и на мой взгляд играл неплохо то есть там можно отдельные претензии к моей игре предъявлять но вот перевод коня на е4 сделал позицию выигранной так момент вот сделал позицию выигранной тут же перейдем след в следующем не опять повезло противник сыграл дебют льша да и здесь просто легкое такое избиение можно было взять на же 4 дело в том что вилка на d4 не грозит там конь b3 будет но и эта позиция у черных совершенно безнадежная партию посмотрите сами но если просто взглянуть на эту позицию то становится совершенно понятным что спасти здесь черные не должны у них нет развитых фигур ферзь это пожиратель темпов следующий партии новая для меня d3 и эта позиция конечно у черных отличная эти партия уже с компом анализировал да как вы поняли то есть там есть уже с предыдущих каких-то начал с компом здесь надо было конечно ходить конь g6 вызвать f4 и у черных получше после слон g6 дебютную дуэль выиграл мой противник был здесь сильный ход а4 и сейчас слон выйдет на е3 черные пока не уравняли они не закончили развитие у них меньше пространства сложишь насколько великолепен слов же 6 настолько же ужасен слон f8 при этом случае дальнейших разменов тяжелых фигур слон же 6 будет превращаться тоже в такого хомячка а я зачем-то дальше пролистнул хотя тут есть еще о чем рассказать тут игорь евгенич не угадал и я должен был выиграть партию очень быстро то есть он пропустил f4 и после кони в 5 вот здесь потом ферзь d4 черное заканчивали сразу грозит мат он бьет g3 а же а же ну как-то раз я выигрываю как меня я сыграл слаб же тем не менее к этой партии у меня претензий нет перевес черных сохранен и в дальнейшем его удалось реализовать следующей партии у нас снова староиндийская защита я решил сыграть систему петросяна игорь евгенич разыграл вариант который мне кажется не для блица то есть удержать его черную в эту позицию черными не так просто как кажется возникла почти форсировано после взятия на десятом году на е4 ход g4 неплох но белые сразу же занимаются вскрытием линии c случае b6 b4 и проходная пешка d5 плюс слабости е5 b4 a7 а если пешка упадет или двинется вперед то b6 говорят о том что у белых несмотря на нехватку пешки очень неплохой перевес я считал что и как бы что после король е2 у белых уже достаточно стойкий перевес и видимо так оно и есть но этого плюс равно для выигрыша не должно хватать то есть я считаю что эту дуэль тоже выиграл игорь евгеничка тебя набрал здесь в этом варианте ноль из двух сейчас посмотрим эту партию ладно после слона f2 у меня совершенно выиграна я потом делал все чтоб не выиграть но периодически проходил мимо очень понятных простых выигрывающих продолжений но посмотрите самостоятельно если интересно потом игорь евгенич начал бить вот такими гамбитами в первой партии я оказался отлично готов е5 и забрал у него одну пешку тут мог забрать вторую позиция просто выигранная но я решил перейти в окончании с лишней пешкой и после д-е конь d7 реализовывать и реализовывать такую пешку белок лучшее развитие пешка е5 центральная контролирует важные поля равно плюс вот он взял конем это не точность позволил мне разменяться тут я мог взять на а3 я почему-то решил что можно просто не обязательно заканчивать развитие самому здесь конечно пешку поровну но дрова 23 и 5 и лучшее развитие черных говорят о том что белом скорее всего не не сдобровать ну и вот так постепенно лучшую позицию вот здесь пойди король c7 перевес все равно у черных очень заметный развитие завершили все фигуры входят в бой на е5 слабость на b3 слабость последовало b5 и у меня стало проигран то есть вот эта позиция если кольца 6 было найдено спастись очень непросто потому что пешка отыгрывается помимо ладью угрожает коня 7 конь бьет бы 5 плюс пешка c слабая а в этот момент уже я должен был пойти c4 и пешка c стала опаснейшей проходной я сыграл ладья е3 отдал на c5 все безнадежно совершенно совершенно безнадежно но пошла игра на время вместо того чтобы тут чуть-чуть подумать вот где-то вот здесь найти король f2 и не пустить черного короля вперед с угрозой водяда 6 ладья c6 дать мат вряд ли бы эту долго продержался здесь игорь евгеньевич начал трясти флаг и в итоге стряс но прошел через ноль то есть вот в этот момент уже у черных получше лишняя пешка конечно ладья а7 еще эту эту самую пешку позволяет отыграть и соответственно спастись но следует грубый зевок ладьи а дальше пошли в бой приму я их освоил но не до конца вот здесь конечно надо было ходить король f2 и мат следующим ходом а профессионал бы конечно взял на h4 и прямую провел бы 100 ферзей и заматовал то есть есть еще над чем работать в плане владения мышки и таких специфических обретения специфических навыков следующей партии снова вот этот вот тэншпиль страиндийский возник здесь уже последовал сильнейший ход b6 то есть белых белым не дали сыграть c5 потому что здесь bc последует я думал что и эта позиция выигранная но похоже что это не так то есть даже после ладья бьет f8 я считал что сейчас королем приду на b5 у белых выиграно там король встает на d7 и черные успевают поставить пешку на c6 как пробивать я не представляю но перевесу белок повторюсь после того как черные не стали вот так меняться тут очень интересные что ли вы варианты посмотрите самостоятельно есть например вот такая идея пожертвовать здесь у белых шансы на победу хорошие но даже с потерей темпов я не понимаю как можно вот эту позицию пробить и черные просто сходят королем на b7 c6 если белые меняются на c6 то они начинают стоять слоном королем на c6 и слоном на е7 и на d8 но вместо этого игорь евгеньевич получил слабую пешку а4 у белых уже легко выиграно самое простое завести ладью на а4 ладья f3 ладья а3 ладья бьет а4 потом вернуть обратно ну а здесь последовал зевок ладьи я ее взял и он сдался еще одна партия на тему д3 первого хода снова я не угадываю то есть конь е7 сильный ход а вот здесь почему-то не бью пешку пешки е5 слабо тоже и у черных просто лучше после слабого хода слон же 6 можно считать что мой противник выиграл дебютную дуэль после ферзь е2 перевес белок в развитии несомненно компенсирует отданную пешку так ну и тоже эта партия была очень сложной белые могли вот например вот так поменяться и снова компенсация фантастическая черного короля не выпустили не дали ему рокировать через какое-то время я прошел мимо легкого выигрыша вот например вот здесь взял на а2 вместо слон д4 вместо ладья д4 или вместо слон е7 и доигрался вот до такой позиции которой точный ход король h1 позволял свести партию видимо к ничьей то есть эта позиция равная черным черные смогут избавиться от связки но скорее всего потеряют пешку а7 а пока грозит ферзь f4 между прочим с выигрышем слона d4 то есть от черных требуется точная игра для поддержания равновесия ну а здесь я массу лишних пешек сумел реализовать потом меня снова порадовали дебютом эльшада и эта позиция ну конечно ладья c1 самый точный ход эта позиция у черных тяжелейшая даже после ферзь c2 сейчас самым простым было перевести коня на g3 с идеей при случае попасть на h5 ну и после h4 вот здесь перевес может быть не а очень сильный ход был конь f3 который я не сделал с идеей закинуть коня на g5 хода f6 нету из-за конь f7 ой из-за конь е6 висит на g4 и у черных серьезнейшие трудности здесь я если честно не представляю как можно пойти ферзь b3 при случае грозит с нападением на f7 вот а после конь f1 стойкая плюс равно то есть даже наверное плюс-минус столбик на черном надо было взять ферзем конечно из вот эта позиция у белых лучшим они контролируют центр слон b7 вне игры белая ладья зайдет на h1 неизбежно если если нужно будет белая по ладья смакнуть в общем уравнивать и уравнивать а после bc у черных проиграно просто проиграно дело даже не в лишней пешке а в том что совершенно нет игры слон b7 не играет на b2 не напасть и дальше я легко реализовал следующая и последняя насколько я помню партия была тоже в каракане только здесь он пошел конь c3 только потом f3 я конь d5 сделал совершенно нормальный ход но здесь надо было все-таки пешку е4 защитить мне не нравились вот эти игры не хотелось них идти но они принципиальные то есть если черные хотят перевеса они должны идти туда после коней 3 ферзи и 3 у белых полный порядок мощный центр конечно они могли здесь пойти 30 или е5 ограничивая слона же 7 плюс равно железное у белых игорь евгений пропустил е5 и эту партию провел очень слабо то есть я очень легко выиграл тут еще последовал зевок коня вот но дебютную дуэль я снова проиграл то есть вот такой вот итог а еще стопы где-то не последняя была в последний у нас была защита тараша зря игорь евгений не сыграл ее раньше значит а3 ход достаточно молодой идея даже не столько в ходе b4 но b4 ход хороший прошу прощения сейчас у меня просто занятие в скайпе должно начаться b4 ход хороший и так и стоило сыграть то есть в этой позиции у белых поприятий так скажем пешка d5 слабенькая а после ферзь c2 после ферзь c2 слон b6 у черных полный порядок и эту дебютную дуэль я тоже проиграл то есть вот в этот момент я не сыграл h3 тут у меня инициатива вообще из-за того что черные пошли d4 у них позиция не так хороша они могли обойтись без этого хода мощной такой инициативной позиции если изолятор надо 5 не отнимается то он обеспечивает пространственный перевес а опять это вот да елки-палки ну ладно извините здесь я вместо h3 сыграл ферзь a4 и черных был ход g5 железо оценивает эту позицию как равную но мы видим что у черных лишняя пешка то есть о равенстве стоит подумать белым ну в дальнейшем мне удалось перейти такой вот эшпиль и черные совершенно напрасно поменяли коней им надо было поменять своего тупого слона и у них был бы перевес вообще а вот после размена на е5 белых стойкий плюсик и несмотря на то что в дальнейшем я играл достаточно не точно партию удалось выиграть хотя конечно вот в конце важный такой момент был у черных от ладья c1 то есть конь g6 теперь нету из-за мата на h8 угрожает ладья е1 ладья бьет е8 и от меня требовалось найти вот такой вот ход ладья е1 то есть черные отыграли пешку f5 у них существенно хуже я думаю проиграно но еще реализовывать и реализовывать вот на этом мой матч был закончен всем кто меня поддерживал спасибо огромное игорь и евгений еще тоже огромный респект то есть он не помог скрыть ряд недостатков о которых я не подозревал своей игре то есть несмотря на приму а в одну из партия за там ферзя подставил потому что два прямого подряд оказывается можно делать я этого не знал а теперь знаю вот и удалось скрыть еще ряд недостатков своей дебютной подготовки в общем огромное всем спасибо всем лайкнувшим задонатив шим поставившим дизлайк посмотревшим просто в общем всем огромное спасибо ну и само собой игорь евгеньевич